приветствую вас дорогие друзья с вами снова подкаст про игры где мы вам рассказываем про игровые новинки про новости про события про скандалы которые случились за прошедшую неделю новых игр вышло ну сравнительно немного но с другой стороны они очень интересные в отличие от прошлой недели которую мы посвятили практически всю точнее практически весь выпуск подкаста нам посвятили клеймению компании рэм и все все кстати к ним мы сегодня еще вернемся но а пока перейдем к действительно стоящим проектам которые любители крутых мужских взаимоотношений не должны ни в коем случае пропускать прежде всего мне хочется рассказать про игру a way out вы а вот игра которая создавалась под патронажем electronic cards и как бы немного обеляет эту страшную кампанию которую в течение прошлого года до в общем-то и с начала этого очень и очень часто попадалась в поле зрения журналистов и очень становилась часто объектом критики все помнят и контейнеры все помнят и неудачи с масс эффектом и у то что они распустили студию которая подарила нам дэдспейс первые замечательные две части не очень хорошо в третью по ну и потом что называется по нисходящие вот эти всякие battlefield и hardline ну вот тоже можно засчитать в их копилочку в целом что такое away out во первых это шведская игра прекрасная шведская игра кстати последнее время очень много мы говорим про шведских разработчиков ну там подозревают что вся эта программа и и джину там есть элемент кумовства так сказать и компания дайс продвигает вполне может быть я не отрицаю создавалась она игрой их создавалась она компанией хайзлайт который руководит шведские что интересно режиссер режиссер в первую очередь фильмов по имени джозеф фарес товарищ который прибыл в швецию из ливана он иммигрант причем беженец даже скорее здесь в 10 лет он прибыл швецию получил гражданство и ну на самом деле является одним из положительных примеров вот этого знаменитой шведской программы принятия людей со всей планеты приходите к нам там по последним данным по моему уже 30 процентов населения швеции это выходцы из других стран ну посмотрим посмотрим чему это приведет но тем не менее да какое-то социальное вот очаги социального напряжения там возрастают но в то же время брата снимает там брат его играет одного из главных героев в этом вот его яуте но он и похож на носат да это создатели brothers of the tale of two sons сделали которые вы ушли по моему из star breeze или откуда там джозеф фарес чем не понравился во первых он жжет особенно вот он запомнился очень на выступлениях electronic cards которые всегда вызывают ощущение как будто их ведут люди которые не совсем отдают себе отчет перед кем они выступают где они оказались и каково их назначение да такими постными минами говорить о пэшен да то есть о страсти пытаться убедить людей что им важны геймеры и важны игры при этом на лице такое знаешь выражение как будто он кусочек тухлой акулы съела вот выплюнуть хочется но вот ну негде и как бы неприлично и вот он вот вышел от тарабанил то что и все из-за сцены уходят джозеф фарес появляется на стене сразу человек огонь человек динамит которая без стеснения ругается матом показывает в камеру факи мы не будем мы же вежливые люди правильно вот посылает нафиг оскаром ну и у него наверное конечно с оскаром не назвать чтобы плотные отношения тем не менее товарищ снял 6 фильмов кстати вот то есть он достаточно у него он профессиональный режиссер и ну судя по его поведению он во первых умеет работать с коллективом не в коллективе а скорее с коллективом то есть умеет им управлять умеет заводить толпу и это четко видно по всем его выступлениям если бы джозеф фарелл стал в лице стал лицом компании электроникарс я думаю все их выступления в рамках выставки 3 проходили бы гораздо интереснее потому что товарищ очень харизматичный brothers a tale of two suns а эта игра которая в свое время подарила многим людям немало приятных эмоций во многом из-за того что она была неожиданная неожиданно из-за не столько из-за геймплея который заставлял как бы играть вдвоем но не вдвоем а как бы за двух братьев сразу сколько из-за контраста с одной стороны мультяшная графика с другой стороны довольно таки трагичные и местами шокирующий сюжет многие люди которые прошли эту игру да она одноразовая да она толком не способствует тому чтобы даже считать то что представлена в ней геймплеем да потому что все достаточно простенько сделано вот тем не менее благодаря вот этой необычной подачи благодаря вводным который мы получаем но вы многих людей эта игра шокировала что такое вей аут вей аут это следующий эксперимент я бы даже сказал фаррелла поскольку фарреса фарреса прошу прощения фарреса с коленом перепутал или даже фарреса просим прощения да потому что его как только не склоняли тем более его даже называют и часто не джозеф а юзов игра эксперимент во многом из-за того что если я сейчас буду ее описывать как игру именно если буду описывать данный проект именно просто как игру то получится достаточно прохладное описание вряд ли вы загорите желанию пойти в нее поиграть но если скажем вы заразитесь вот той вот жаждой новых ощущений которые есть у создателей данной игры то возможно вот эти все нюансики для вас уже не будут не иметь и не будут иметь решающего значения игра создавалась в первую очередь для двух людей если у вас есть друг если у вас есть брат если у вас есть сын если у вас есть кто угодно кто готов с вами разделить время за компьютером чтобы сесть рядом и вместе проходить за компьютером за консолью где угодно сесть рядом и от начала до конца пройти игру она проходится быстро всего-то 6 часов много времени не отнимает но тем не менее вас ждет очень интересные неожиданные неожиданные впечатления поскольку здесь вы параллельно параллельно что интересно отыгрываете двух персонажей восхищение вызывает то насколько умело игра работает с экранами дело в том что здесь он не просто делится пополам как в большинстве кооперативных игр он в зависимости от участия и скажем главности действующего лица до экран вот постоянно сдвигается то есть он то может показывать вот так вот да то есть он например вот и например если я главное действующее лицо то он сюда съезжает вот мишу там оказывается там в уголке и чего-то там ковыряется да потом если миша начинает какой-нибудь важный диалог сюда съезжает если динамичный сплит-скрин и да да и если какая-нибудь об начинается общая сюжетная сцена то все это исчезает причем очень плавно нет таких вот резких рывков мне также очень понравилось что в этой игре все сконцентрировано на геймплее а не на сюжете что это значит это здесь практически нет филлеров то есть именно филлеров когда вы должны просто смотреть на ролики смотреться каким-то бездействием персонажей то есть если какие-то действия должны произойти они достаточно нудны например они должны вернуться пытаются сбежать из тюрьмы натыкаются на какую-то проблему да и понимать что им нужно изменить план нам не показывают как они возвращаются там это да нам показывают очень грамотно вот переход к их следующему действию мы переносимся уже сразу на другую локацию и там решаем сразу же вот без перед с краткой водной сразу начинаем решать эту проблему таким образом повествование она не разрывается то есть она не идет рывками она идет очень плавно и при этом нет необходимости повторять одни и те же действия что мне лично очень понравилось для кинематографичной игры это правильное решение данная игра представляет собой way out она как бы посвящена с одной стороны побегу из тюрьмы на самом деле она посвящена побегу потому что из тюрьмы мы бегаем достаточно быстро и это лишь начало общего приключения рассказывать про нее спойлерись о чем это это преступление поскольку она в общем-то это чисто сюжетная игра если сравнивать то это проект дэвида кейджа в котором нам приходится выполнять участвовать в огромном количестве небольших мини-игр для того чтобы толкать сюжетную линию вперед мини-игры построены очень ненавязчиво я бы сказал поскольку вас не заставляют вот как любит дэвид кейдж так зажми эту кнопку эту кнопку эту кнопку теперь вот эту кнопку потом вот так вот и потряси дуал шок нет такого нету то есть все сводится к достаточно очевидным комбинациям вас это никто не оставляет делать я помню как хиви рейне там забраться по склону хрусь палец где-то ай черт придется ждать пока заживет чтобы пройти этом этот квестик так вот очень простые мини-игры с другой стороны остроты добавляет то что многие из них приходится делать синхронно то есть с одной стороны для одного человека их дело достаточно просто но когда это должен делать одновременно другой человек который находится рядом это сразу добавляет проблем и вы себе не представляете насколько сложно например сделать простейшие а давай на раз-два-три потому что раз два-три то есть ты нажимаешь а он дальше идет так не сработало дальше раз-два-три а например и есть там еще очень мне очень понравился такой момент когда нужно одновременно с громом выбивать дверь и да ну то есть там когда гремит чтобы охрана не услышала нужно одновременно прикладываться плечом побеги шоушенка да 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 очень много отсылок вообще вот таким вот фильмов есть вспоминается и побега шоушенка и тюряга с этим самым со сталлоне да ну вот все вот эти фильмы которые посвящены вот внутри тюремным отношениям где обязательно есть главные герои есть банда которая пытается их убить есть жестокие охранники доставучие постоянные обыски заточки которые приходится туда-сюда круговая порога подкупы и все это достаточно быстро динамично я даже удивился вот за что стоит похвалить фареса это именно из-за того что очень лаконично без того необходимости вот подолгу возиться с эмоциями вот это вот то что любит дело дэвид кейдж вот переживание вот эти там обдумывание вот эти как герой к этому пришел так они не пытались изначально было понятно что это развлекательную именно такой вот им как это сказать приключение в смысле развлекательного да в одной тюрьме оказываются два парня у которых и зуб на некое третье лицо да которые они поклялись вместе выбраться из тюрьмы замочить все вся водная нормальная простая водная для двух парней у которой у обоих из которых есть там девушки которые их любят да там какие-то трагедии которые с которой мы постепенно узнаем вот история мне очень нравится она легкая она не вызывает в себе вот такого неприятия например вот это депрессивное погружение в депрессивную депрессию кейджи когда там каждый элемент когда тебя заставляют сочувствуется переживать так если ты не сопереживала это моменту то будешь сопереживать следующему моменту да то есть тут герой вбьют по морде ты ты не особо не переживаешь потому что герой дают по морде в ответ но ты и ты получаешь своего рода да оно не веселое имеют развлекательная говорю что при всем при этом оно достаточно на напряженное но она динамичная вот что самое важное именно такой как это сказать приключенческий боевик в смысле с акцентом на действие а не на глубокое исследование психологического состояния персонажа чем мнение крайне неудачно кейдж занимается что мне понравилось да то есть сюжет достаточно просто но очень быстро меняется быстро двигается вперед я имею ввиду да очень плавно двигается вперед без резких рывков мне очень понравилось и быстрая смена опять же игровых ситуации когда вас не заставляют подолгу заниматься одним и тем же мини игры разные то есть и опять же все не сводится к последовательности всяких таких вот микро действий здесь есть и стелс здесь причем стелс достаточно разнообразно это она в тюрьме он выглядит вот так на свободе он выглядит по-другому потому что они беглецы да им приходится скрываться вот понятно что герои не паиньки да то есть если им не нужно кого-нибудь устранить они это делают без стеснений без моральных вот этих вот обязательств в общем понятное дело что данная игра противопоказана противопоказана людям которые любят в одиночку переживать подобные игры то есть если у вас нет человека с которым вы можете разделить это приключение поставьте крест в этой игре есть онлайновое прохождение через онлайн но опять же без обсуждения без вот вот очень важно понять вот когда рядом есть другой человек который вот точно так же реагирует на действие вот который что ты делаешь да там например не получается я сказал так давай так вот опять же в этой игре есть тем поначалу немного но потом так и вот конфликты уже внутри вот этим да то есть когда один герой может поступить так другой так и они нет и желание дума могут идти в разрез друг с другом ну вот вот здесь вот и именно возникает необходимость именно постоянного живого общения потому что иногда когда сначала игра очень плотно себя ведет за ручку ты к этому привыкаешь потом хопа связь это обрывается и вам уже приходится принимать решение так кто идет первые кто как пытается там отвлечь охранника да что делать следующие ситуации и вот так вот понемножку вот так вот заводится мозг то есть сначала так вы вместе такие а ну прикольно потом так а потом эй помоги вот и все вот так вот она идет да не лезь вперед что ты делаешь но и вот она вот понемножечку понемножечку накатывается проект безусловно талантливый проект безусловно очень необычные таких проектов ну вот первый бразус в каком-то смысле но это именно высокобюджетно можно сказать бразус поскольку здесь опять же и очень дорогая анимация анимация анимации много если посмотреть на драки вот в которых приходится участвовать понятно что это драки которые делались через motion capture да там видно что удары не доходят до лица очень часто видно вот такие вот не совсем неприятные такие вот особенности да то есть когда ты видишь что персонажи они изображают драку они на самом деле участвуют не в то же время действий много драки достаточно изобретательные для того чтобы тебе было просто интересно на них смотреть знаете как у джеки чана там вот не такая скорость но мы постоянно пытаются удивлять какими-то свежими решениями опять же тебя увлекает то что ты не можешь предсказать что персонажи решат сделать в следующий момент в какой ситуации мы окажемся поэтому я говорю что рассказывать про эту игру и показывать ее тем более прохождение от начала до конца пытаться рассказать что и как там будет дальше это преступление для тех людей которые решат сами это в этом поучаствовать если вы хотите необычную игру с хорошей кстати графикой она кажется простой но именно детализация и самодостаточность вот что важно то есть ты не испытываешь негатива при взгляде на картинку ты видишь тюрьму которая выглядит как тюрьма ты видишь заключенных которые выглядят как заключенные все тебе больше не нужна никакие там супер трассировка лучей который там пообещала сделать nvidia или какие-то другие спецэффекты то что ты видишь тебе нравится потом ты выходишь на свободу вау ты офигеваешь потому что то что ты видел в тюрьме бетонные стены бетонные стены прути решетки и тут ты выходишь на свободу видишь природу и вспоминаешь что анриловский движок то очень неплохо справляется с отрисовкой природы и здесь он это делает на все проценты свои так что ребята молодцы эту игру однозначно стоит рекомендовать но опять же берите друга тащите его за холку в свой дом и проходите если у вас есть родственник дома вообще шикарно потому что если он разделяет ваше увлечение потому что это пара вечеров проведете из-за просмотром увлекательного фильма и за в общем-то очень необычной игрой которая заставляет вас полагаться друг на друга и помогать друг другу по мне так очень интересно сделано неплохо что касается электроникарс и что касается в целом вот этой вот политики и режим возможно это попытка реабилитироваться в каком-то смысле да нет это просто попытка показать что а мы еще делаем такие вот прикольные игры посмотрите мы хорошие потому что электроникарс вот мне кажется был очень часто становится уже знаешь если кого-то в чем-то нужно обвинять все вспоминают про электроникарс но поводов она дает будь здоров но поводов она дает будь здоров вот я сейчас вот смотрю на текущую ситуацию на игровом рынке смотрю какие игры вышли с начала этого года да и понимаю что если бы mass effect andromeda вышел не в прошлом году а в этом и если бы они уже решили за вот за прошедший год все вот эти свои технические проблемы поправили анимацию доработали отвратительно сделанную сюжетную линию за трансгендера что вызвало очень много вопросов у лгбт сообщества то возможно критики к ней было бы гораздо меньше и особенно она бы неплохо смотрелась на фоне современных игр вот смотри microsoft выпускает все в севс электроникарс выпускает mass effect andromeda и все-таки так неплохо да за полную стоимость мы получаем не просто игру пустышку а игру с сюжетом каким-никаким с каким-никаким ролевым взаимодействием да с каким-никаким разнообразием действий да очень неплохой боевой механикой да и что интересно действие происходит в разных мирах то есть по разные декорации они они одна декорация на всю эффект была неплохой хотя и банально проблема с эффекта была в том что это был а посредственный mass effect b просто средняя игра вот были проблемы mass effect и сюжет у людей горела именно глобально если сравнивать с масс эффектами то масс эффект андромеда был посредственным представителем серии и как ролевая игра он был средний не отвратительный средний вот и сейчас бы такая средняя ролевая игра но смотрелось бы как минимум неплохо просто на тот момент mass effect вышел скажем так не очень удачно и из-за этого начались проблемы из-за этого начались кстати раз уж вспомнили про севс внезапно тогда я к этому подводил на самом деле один из бывших сотрудников и их там оказывается много текучка большая что кстати наводит на подозрительные мысли рассказал о том что в процессе разработки все все были проблемы проблемы были связаны с тем что создатели до конца сами не понимали что они делают какую игру они делают вот они вот то о чем мы говорили в прошлом выпуске то что вот они придумали прикольный концепт но когда потом начинали его тестировать фан ощущение радости ощущение удовлетворения процессом быстро пропадала вот по словам художника ре организовывала тестирование игры среди авторов сотрудники играли примерно раз в неделю в течение 45 минут или часа после первых нескольких тестовых сессий сотрудники той части офиса где работал данный человек начали искать поводы чтобы не играть вы себе представьте насколько это увлекательная тема когда людям тот проект который они разрабатывают тот проект который они должны делать веселым ищут поводы чтобы избежать вот этих самых тестовых сессий что были проблемы с проработкой кораблей когда они не знали как якорь нормально работает и он там выкакивался из задней части корабля вот когда многие авторы га сами говорили что как бы игры толковой то нету по моему за год до релиза у них боевой системы не было и собственно боевой части вообще то есть то что этот проект как-то делался к нему все это прикручивалось потом каким-то местом и в итоге это вот эта конструкция как-то так была спущена на воду типа только не утони только не утони только не утони вот это бы это в общем-то было понятно при взгляде на силов си в данное откровение в общем-то подтверждают многие предположения как там энгри джо который на 4 из 10 оценил все все сказал веселая ли это игра до в течение четырех часов вот и все да в этой игры нет ничего в этой игры нет контента и кстати насчет оценок все которые силу сисок 70 из стапа данных это прекрасно то есть ребята это получается вот система оценок метакритика в данном случае она себя мы не ставим оценок вообще да поэтому мы от них не отталкиваемся но опять же если си оф си в ее состоянии игра которая продается за полную цену игра которая предлагает четыре часа более-менее увлекательного игрового процесса потом все заканчивается ты сталкиваешься с циклом бесконечного повторения ради того чтобы надеть лучше камзол без прогресса без каких-то интересных моментов без сюжета без персонажей если это вот то что я считаю дном если это представляет собой семь баллов то игры которые получают столько же или даже меньше ну я не знаю то есть какими плохими они должны быть вот на этом уровне фаркай в средний балл 81 между играми пропасть в миллионы световых лет по качеству контента по проработке по всему знаешь кстати почему я считаю что все в севс избежала какого-то такой вот полного распекания а не было триггера не было вот эффект на такой вот момента за что можно было бы так резко ухватиться масса эффект андромеда это была анимация которая вот еще хотя проблема то было они в анимации было меньше проблема из всех проблем то же самое как стар ворс battlefront 2 все уцепились в лутбоксы но я говорил проблема не в лутбоксах ребята посмотрите на механику посмотрите на механику не работает там за пределами компании проблема не в том что это лутбоксы проблема в том что мультиплеер сделан без дар вот не было в случае все в севс не было триггер опять же авторы очень грамотно не натринделе у них не было своего шона мария который бы натриндел столько глупостей которых нету в финальной версии чтобы что все бы потом обалдевали то есть будет ли в игре будет ли в игре мультиплеер да 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 будет можно ли там встретить кого-нибудь наверное а вот куча кораблей то есть этого всего не было там автор представители выходили или вот у нас мир вы там можете тусоваться вот мир вы можете тусоваться то что вы быстро поняли что там больше нечего делать то что вы там все что-то нафантазировали ну ваши ожидания это ваши проблемы здесь авторам нечего предъявить они этого ничего не обещали еще из к отмечу что это было наверное самое честное бета-тестирование всех бета-тестирование поскольку поскольку дали посмотреть не просто треть кусочек там четверть что-нибудь всю игру а потом сказали не этот не все еще столько набросим то есть люди были знали на что они идут финале конечно было разочарование в том что ну то что в бете вот мы получили то же самое финале но опять же вам показали чем вы будете иметь дело чем вы недовольны и как бы после этого потрясать кулаками нас обманули вам показали чем игра являются не было авторы не на не обещали там 100 кораблей которых нет авторы не обещали кучу чудес которых нет авторы не обещали 100 видов персонажей которых нет аферы не обещали супер крутую сюжетную кампанию с постановка уровня пиратов карибского моря которой нет то есть автор они графику сбалансировали ну такой ведьмак третий балансировал и всем было плевать в общем то здесь то есть авторам не было чего предъявить опять же в игре нету какого-то такого явного недостатка как в масса эффект андромеда авторы не врали как создатели но у мэн скай который кстати лучше чем все все по контенту и по некоторым идеям в итоге получилось что сейчас на самом деле сложилось мое мнение великолепная ситуация тебе достаточно не врать у тебя должно быть имя возможно поддержка крупной компании и неплохая реклама для того чтобы стать популярным и для того чтобы выпустить игру которая лучше чем поделки какой-нибудь digital homicide замечательно все и вот у тебя уже и 70 баллов и вроде хейта нету и ты даже у тебя даже фанаты появляется начинает вообще прекрасно я считаю то есть это наверное скорее об уровне так называемой трипола индустрии о которой последнее время много говорится и здесь вот мы проблема в том что си оф сивз это и есть трипола и так я же говорю это так называемая проблема трипола индустрии тебе достаточно чтобы получить плюс-минус невысокие оценки чтобы не утонуть в потоке хейта тебе достаточно просто не удивить пользователей каким-то провалом как было сама с анимации масс-эффекте и не врать и все вот 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 на самом деле те уже не надо просто сделать хорошую игру тебе достаточно не врать и вот выпустить что-то рабочее если бы такой проект вышел даже в раннем доступе его все равно распяли на фоне многих других качественных проектов из раннего доступа ниже всего все в сипс крафт была только базовая полянка по которой ты бегом резал кругами убивая кабанов нет там была неплохая такая неплохой такой задел в night of the old republic от electronic arts что было плохая это так в том-то и дело что вот я например вот сейчас вспоминаю да вот знаменитые мо но поскольку они позиционируют все вскакмо да не мо рпг но просто массовая онлайновая игра и трудозатраты качество проработки разнообразие занятости и вообще отношениям к разным категориям игроков хочешь играть в одиночку в ролевых играх до массовых онлайновых пожалуйста играют и хочет играть в партии вот тебе куча занятости играя в партии тебе интересно прокачка тебе интересно исследование миров хоть на исследуешься вот тебе куча разных зон двух континентов тебе интересно pvp вот сюда заходи и воюй себе в pvp понимаешь вот ты бы и эта игра которая продавалась за ту же самую стоимость что и все в севс ты запускаешься в севс и просто не понимаешь эти люди адекватны или нет вот если бы эта игра стоила десяточку если бы эта игра бы продавалась по условно-бесплатной основе отдавалась условно распространялась да ну вопросов бы не было то есть люди поиграли заходили смотрели в принципе было бы нормально но рядом поставим фортнайт до бешено динамично развивающаяся игра и севс но даже если кстати посмотрим через месяц что они добавят просто я помню как динамично бешено пошла развиваться фортнайт когда эпика вела королевскую битву внезапно поперла и внезапно они чуть ли не каждую неделю начали добавлять контент еще 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 ну вот и каждый раз вот еще умудряются удивлять привлекая все больше и большее количество людей что нам через месяц через два сможет предложить все в севс вот что интересно не старт какого-нибудь варфрейма который там сколько по заявлениям творческого директора 750 мегабайт инсталлятор занимал в игре была одна карта вот но это была условно бесплатная игра она изначально была бесплатный ты мог скачать играть там сколько хочешь вот и что самое страшное уже черт с ним все все и самое страшное что вот если рядом с ней поставить ты правильно сказал far cry 5 возникает еще больше вопросов поскольку far cry 5 с его невероятным качеством проработки мира именно проработки в плане визуальной составляющей разнообразие разнообразие опять же занятостей что интересно прокачкой которая в этой игре есть возможность это делал нанимать наемников с возможностью зачищать разнообразные базы опять же вот этих вот сектантов но вообще возникают вопросы ребят чем вы думали когда создавали seo of sivs неужели вот то что вы вот это вот ваши маленькие вот эти придумочки это все на что хватило вашего жалкого воображения там есть мир и команды четырех человек который может встретить другую команду знаешь тут вопросы у меня возникают поскольку командующий трех человек очень часто находят другую командующий трех человек люди приходят к выводу вот самое парадоксальное в этой игре заключается в том что в конце концов люди приходят к выводу что нападать на чужой корабль не имеет особого смысла поскольку ты имеешь большие шансы затопить свою посудину и слить в унитаз многие многие часы прохождения во первых они тут же воскреснут и вернуться в общем то с дополнительным запасом вопрос не в этом вопрос то у что ты на корабле например везешь сокровище ты видишь другой корабль ну нафига тебе ввязываться туда если ты прекрасно понимаешь что все что ты получишь в итоге это можешь там спереть у них сундук который там за который тебе дадут 100 200 золотых монет и это все это вся твоя прибыль это весь твой навар а под угрозой находится вот вся твоя шкуна все вот эти вот твои забеги заплывы выполнение вот этого череды одинаковых оттупляющих квестов которые ни к чему не приводят да да то есть в итоге вот последние игры в которые я играл люди не хотели никому ни с кем сражаться не хотели ни с кем вязаться нету ставка ставка равна нулю ты не можешь ты вряд ли что-то получишь ты можешь только это это как это самое да рулетка да вот на которой ты сто процентов проиграешь а если то есть а если например на рулетка там снова принц ты ставишь если выиграть что ты выигрыш в два раза больше там в четыре раза больше там еще здесь зависимости от ставки а здесь ты не получишь ничего кроме фана так называемого ничего это не помешалось и офис под согласно заявлению арона гринберга главы маркетингового подразделения xbox стать самым успешным проектом по новой интеллектуальной собственности но он уточнял речь ли идет о так называемых first party то есть внутренних студиях или вообще всех проектах выпущенных microsoft studio но что-то не припомню чтобы microsoft studios были проекты от внутренних студий по новой интеллектуальной какие внутренние студии microsoft остались которые точно знаю турм 10 и 343 индустрии еще гирс упор да да и колиша но колиша выпускала гирзу фору 343 выпускала хейла турм 10 выпускала форсом это спустим то есть новых айпи по крайней мере тех которые я знаю от внутренних студий microsoft неизвестно если бы опять же новая пи которую они запускали не запускали на старте xbox one который был мягко говоря в тени playstation в тени известного места playstation можно даже так сказать что они там выпускали если мы даже возьмем quantum break и издать это overdrive я имею ввиду именно те игры которые безусловно удались то есть которые можно рекомендовать для прохождение ну да рекор еще можно вспомнить рейс с оговорками очень большими да проект очень бюджетно и рай она все улучшения райс ну то есть игры то есть ну молодцы вы обошли вот эти вот проекты ура вас 2 миллиона пользователей не проданных копий пользователей вот без указания разбивочки какая часть геймпасса с геймпасса пришла какая часть пробный период геймпасса активировала и какая часть собственно купила копии си офис который ходит на первом месте в британии стартовала но в плане количественности там есть вопрос вот поэтому ну старта хороший по меркам microsoft игр от microsoft в этом поколении я так понимаю но здесь же главное не старт главное удержание аудитории и же они не понимают что главная проблема с которой они столкнуться в будущем то есть это вот microsoft на мой взгляд вот они вот до сих пор не понимают простого правила развития мультиплеерных игр вам нужно обеспечить не просто взрывные продажи в первую неделю вам нужно обеспечить стабильные на продажи на протяжении или стабильное увеличить привлечение новой аудитории на протяжении долгого периода времени только тогда ваш мультиплеерный проект будет популярен все остальные увы рассыпаются под тяжестью вот этой вот маркетинговой политики когда мы бомбим сначала эксклюзив везде реклама все люди покупают а потом забиваем и оно как-то само по себе живет что-то там развивается никто не знает слухи не доходят новости не публикуются где что когда что герсу for 4 кто-то сейчас вспоминает как мультиплеерные это самое нет у нее есть база есть турниры которая проплачивает майка да ну то есть не то есть не турниры формата dota или league of legends которые создаются на деньги игроков которым интересно смотреть на эти турниры которые обеспечивают призовой фонд да кстати сами вот а сами сами вносят и пытаются разжечь ажиотаж они не понимают даже как работает киберспорт почему ли почему вообще вот всем вот этим вот так называемым крупным компаниям стоит свой гонор поубавить и обратить взгляд именно вот на независимые студии на независимые уже крупные корпорации я бы даже сказал формат формата формата да формата riot games и опять же tencent потому что простите меня но издатели подобные активижен и электроник арс это сейчас сопля под носом у tencent китайского издателя который зарабатывать невероятные просто миллиарды долларов капитализации tencent это 500 миллиардов долларов на сегодняшний день они еще немножко и до достигнут microsoft так это компания которая вот но это китайский издатель опять же в китае нельзя выпускать свою игру не имея китайского издателя поэтому тут тут китайской грамотно помогли так ты посмотри как они грамотно лавируют они вот видят так пошла пошел рост и вот они вот на стадии возрождения по по себе сорвали цветочек по себе и в цветничок процентов epic принадлежит они пытаются блюхолу создателей папка выкупить то есть они лезут туда бубисофтик вложились пожалуйста теперь в китае что-нибудь сделайте майк нет опять же в халла 5 есть своя аудитория но этот опять джейг у которых есть своя аудитория понимаешь у нас там в комментариях один пользу правильно сейчас у многих проектов даже самых трешовых есть своя аудитория сейчас пойду если проект более-менее на слуху он находит своих почитателей но опять же герзу фор это вот такая вещь в себе она где-то там сторонке варится хейл опять то же самое ты все офис если microsoft хочет еще одну такую заводь сделать ну да у нее получится но если мы говорим о чем-то большим то пока каких-то предпосылок нет с учетом того что многие пользователи все активно разочаровались на старте это заметно по отзывам в сети понятно что некоторым зашло но это не вот такой вот ста мощный старт на твич вызывает смех потому что там есть несколько купленных стримеров ну купленных или нет естественно то есть это такая тайна за семью печатями однако в общем то всем известно что и в общем то стримеры особо информацию не скрывают что они сидят на кармане там у отдельных разработчиков да то есть если разработчик там какой-нибудь определенной игры и он хочет чтобы как бы была массовая такая вот внимание кого продукту он обращает на себя внимание стримеров путем небольшого бонуса да вот перед носиком стримеры идет соответственно стример тоже получает какие-то самые привилегии то же самое касается в общем-то и данной игры то есть ты заходишь и постоянно видишь одни и те же лица которые стримят эту игру ну понятно ты сидишь треуголки у тебя специальный оверлей специально заточены под все все да да я верю что ты такой классный энтузиаста тебе не задрал ты 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 недавно играл еще там фортнайт еще немножко это стримил дэстине да его а вот сейчас вот ты вот внезапно увлекся геймплеем выкапывания сундуков и если так посмотреть microsoft неплохо запустила игру ну не долгострой но проект проблемный судя по рассказам бывшего художника и судя потому что я вижу возможно заработала на нем уже денег даже отбила какие-то затраты пожалуйста успех понимаешь успех все нормально но ты выпускаешь дешевку которую но если бы не было имя рэ и microsoft вы размазали с другой стороны понимаешь если рэ по крайней мере выпустила игру которая не имея контента работает разработчики папк выпустили игру которая имеет контент на которой до сих пор блин не работает имеется ввиду проблемы читерами которые не решены имеется ввиду проблемы с сетевым кодом который до сих пор ужасен особенно странно это смотрится на фоне фортнайта в котором в общем-то со всем этим делом успели порешать создатели но это не показатель того чтобы как-то хвалить эту игру и говорили оправдывать да то есть это базовые принципы которая которая сейчас уже требуется я же говорю от проектов из раннего доступа с другой стороны вот посмотри у нас на сайте была новость по поводу того аналитическая компания ньюзопа считала какие игры сегодня пользуются наибольшей популярностью у писи геймеров в принципе первое место естественно league of legends второе майнкрафт майнкрафт мы ожидаем третий хэдстоун четвертая фортнайт пятая кс гоу контр-страйк шестое папк седьмое вов восьмое овервотч 10 взлетевшие за последние месяцы очень серьезно взлетевшие ринвус иксич кстати эпиком о и ubisoft вообще уважение огромнейшие кстати три игры в десятки от blizzard что кстати круто чем интересно они также посчитали что всего в королевские битвы играет 30 процентов pc геймеров принявших участие на фортнайт и папка вместе дают 30 процентов даже немножко больше хорошо принципе ну понятно что силов сивс как-то не вписывается в эту картину за пределами того что это мультиплеерная игра опять же во всех этих проектах даже если мы берем rainbow six siege на старте все ну не все все кого я читал смотрел всех валили rainbow six siege за идею за очень крутую механику за очень необычный подход к реализации сетевых сражений то есть это был не контер страйк а то реально был такой интересный тактический сетевой боевик а это именно за очень крутую основу с его все знаешь даже тот же джо он как-то нехотя рассказал про потенциал проекта возможный и на этом все закрылось потому что здесь даже потенциала особого не видно здесь видно кракенов будет два кракена там нет кракена там есть щупальцы от кракена собственно это вот вся игра кусок над водой а ну под этим вот пустота вот поэтому да сюда силов сивс как-то плохо вписывается да ну миша ты восторгался игрой far cry 5 и тоже восторгался 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 на фоне все все смеялся ты просто открыто смеялся надо мной когда играл и плакал за тебя по поводу силов сивс ты такой а вот far cry не 4 вида оружия да там нормальная охота там огромное количество транспорта а не только кораблики там есть сравнительно разнообразные враги они один два вида скелетов да или сколько там два ну два да то есть один и один толстый да рассказывай чем она тебя так вдохновил чем она меня вдохновила тем что это в принципе качественная песочница от юбисофт в общем то я уже так часто повторял эту идею по поводу far cry 5 в разных источниках то в комментариях то в нашей группе в телеграм что по моему мои отзывы на far cry 5 напоминают саму серию far cry 5 смысле что они повторяются без особой разницы вот но по поводу far cry 5 можно сказать знаешь юбисофт взяла такую бадью большую сделала красивый мир в ней а потом такую охапку механик туда кинула там еще большую охапку всяких заданий кинула закрыла основательно потрясла и вот поставила и получилось мое мнение очень удобоваримый проект сам опять же вопрос том что вы хотите вот увидеть в этой игре если вот вам нужно именно много контента много заданий много источников для неприятностей для возни в игре есть кооператив не стопроцентный но ты можешь позвать товарища он будет рядом с тобой бегать и можете вместе выполнять задания прогресс сохраняется только у хоста у того кому пригласили ты прокачиваешь только героя мир у тебя не развивается ты можешь только героев прокачивать ты вывод вместе или в одиночку бегаете по этому миру мочить эдемщиков и представители секты врата эдема которые захватили власть в округе хоуп и развлекаетесь вот с этой точки зрения far cry 5 но это замечательная игра потому что в ней за 130 миссий кажется 50 в одной области там три области в одной помню за 40 в одну еще за 40 в одну за 50 основательно так вот миссии разнообразные где-то там поездил на тягаче пострелял где-то взял вертолет полетал может не может брать вертолет может не брать вертолет то есть есть нелинейность мне очень понравилось как доработали аванпосты знаешь вот в оригинальной в 3-4 фархай аванпост это было такое искусственное образование если помнишь такое нагромождение разных структур строений он на очень небольшом отрезке ну и на нем не отрезки на очень небольшой площади где ты забегаешь и начинаешь там всех резать и наоборот или даже сделано все так что ты в одной комбинации всех убил вот эффектно здесь такого нет здесь это вот именно аванпосты это вот захваченные сектантами какие-нибудь здания там есть офигенный особняк загородный есть там стоянка тягачей есть там еще там элеватор но аналог вот этой вот какой-то там постройки для хозяйственных нужд используйте есть ферма например большие пространства чтобы ты мог там постоянно ползать хочешь снайпером пальцалец на вышку в мочишек снайпером хочешь там в лоб валить всех берешь гранатомет валишь всех в лоб то есть пожалуйста как хочешь появились наемники вот эти же то есть там есть девять человек такие ну специалистов так называемых куда входит медведь пума и собака да они тоже называются специалистами вот ты можешь взять в команду вот этих вот девять человек они сразу отмечены на карте то есть ты закончил на стартовом острове вышел на карту их видишь это одни одни из немногих таких составляющих которые конкретно отмечены на карте ты их можешь собрать например там есть чувак с базукой есть пилот боевого самолета например есть там женщина которая вертолетом управляет есть девчонка с луком которая тихо всех убивает пожалуйста то есть под твой стиль на любой вкус из девяти этих можешь взять обычных там воинов если тебе эти специалисты чем-то не угодили хотя мое мнение если у тебя если ты нашел специалистов по твой стиль то лучше конечно брать их не рядовых членов сопротивления вот ты вот этим вот возишься бегаешь там находишь нашел один аванпост нашел другую миссию взялся за это набиваешь очки сопротивления чтобы убить главного сектанта и тебе весело тебе прикольно вот с этой точки зрения фар край 5 мое мнение почти замечательный если бы авторы зачем-то не пересолили случайными сражениями этого не только я там у нас один человек еще отмечал я это замечал постоянно когда играю там буквально минут пять нельзя не прошло чтобы когда ты едешь там как постоянно на тебя машины с сектантами валят иногда телепортируешься в какую-нибудь точку чтобы начать миссию тут же на тебя самолет появляется вертолет появляется ты вроде отбился еще машины подъезжают то есть через каждую секунду вот буквально твоя точка где ты находишься все беретесь тогда закрытая зона превращение то там сектантов там кругом там кажется кажется что сектантов там со всех со всех сша съехались вот да получилось такая одна массовая секта вот и это вот куча вот буквально знаешь в одной точке вот на тебя сваливается 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 те все надоедает ты просто открываешь карту и телепортируешься в то же место где ты сейчас но таким образом перезагружая мир тебя все тишина отлично нужно себе что-то выдохнуть а нет нельзя ой блин быстро садишься в машину и валишь в точку для выполнения миссии но мое мнение они их перегрузили опять же знакомые все знакомые все лица в плане противников только что кто там у нас был в предыдущей части эти воины паганмина до этого это были бойцы вас а в этот раз это реднеки такие показательно немытые в джинсовых этих избирателей трампа да 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 сделаем америку снова великой вот это вот все такое но есть еще камикадзе которых там одурманивают наркотиками понятное дело есть огнеметчики понятное дело есть такие вот джаггернауты с пулеметами какая неожиданность вот же давно мы их не видели то есть очень стандартный набор противников и оружие не то чтобы сильно много но хватает для каждого стиля в избытке а элемента мистики там нету есть персонаж в рамках второстепенного задания который там фанат теории заговора есть элемент мистики только через наркотики которым которыми вот эти вот сектанты пользуются и там периодически дурманят героя и ему там всякие глюки начинают видеться вот и другие такие странные вещи в рамках основного сюжета и тех примерно две трети что я прошел сайд миссии я не заметил элемент мистики разнообразие в миссиях в целом неплохое опять же техника очень очень активно используется техника не обязательно тебе ну как я уже сказал хочешь использовать технику хочешь не использовать технику в некоторых миссиях обязательно есть до убийства животных регулярно тебе просят их убивать вот есть мини-боссы животные например медведь такой полоской жизни вот которого там надо несколько обоим из ружья посадить чтобы он умер есть там мега лось вот да который тоже которого тоже найти надо вначале отыскать и потом в него всадить не одну обоими вот такие вот мини-боссы в целом мое мнение разнообразие домик купить можно я не нашел такой возможности если бы эту игру делала бетезда конечно была бы возможность купить домик и даже построить вокруг него деревню да и свою секту организовать и организовать свою секту а потом захватить сша и финальный и финальный выбор это между ты соглашает и это самое принимаешь предложение дональда трампа стать его вице-президентом и рулить сша вместе или нет это ты убиваешь дональда трампа и становишься главным демократом все я сша вот главное было но здесь такого нет здесь ты просто убиваешь сектантов то есть как вот именно такая вот игровая площадка здоровенная с утыканная всякими заданиями с активностями дополнительными испытаниями там есть дополнительные испытания типа поездок на время по контрольным точкам когда ты за горящей машиной едешь или там на самолете летишь через контрольные точки с этим полный порядок именно контента вот такого не самого плохого надо признаться качество хотя конечно по личному по таким субъективным впечатлением однообразное соотношение разнообразных и разнообразных в смысле монотонных и интересных заданий но где-то так 50 на 50 то есть о прикольно охотимся на животных так это неплохо сделано там блин опять охотимся на животных да задолбал или о по катушке на машине едем по дороге всех мочим весело блин надоело это уже был или вот тебе один конвой уничтожь вот тебе теперь конвой вертолетов уничтожь вот тебе конвой лодок уничтожь вот конвои этих самых джипов уничтожь как-то как-то уже надоело эти конвои уничтожать вот с этой точки зрения far cry 5 мое мнение игра отличная кстати к вопросу об оценках с этой стороны игре можно смело ставить каких-нибудь 9 баллов и вопросов не будет но с точки зрения кампании которые в этой игре по сути внятные нету поскольку освобождение здесь когда я первый раз вид о так это ж мафия или джаст косты когда вот тебе регион вот тебе полосочка очков которую ты должен нагриндить вот мафия 3 между мафия 3 джаст косты и там тоже самое где там хаос должен был набивать и вот и гриндишь вот тебе раз два три 4 5 способов нагриндить эти очки вперед да ты набиваешь эти очки выполняя задание уничтожая там специальные алтари спасая простых граждан из секта сектантов там выполняя вот эти вот поручения всякие вот этим ты занимаешься 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 если тебе нравится якудзо например где есть внятная кампания очень так круто выстроена аккуратно то как бы нет фар край 5 немножко не об этом фар край 5 он о том что ты вот именно бегаешь по региону выполняешь задание периодически активируется супер сюжетное задание которое мне не в целом просто сделаны отличаются от основных но тоже не блещу чем-то и все сюжета внятного нет авторы мое мнение юбисофт они все время пытаются повторить фишку с вас так один раз хорошо получилось поэтому все персонажи такие здесь они перед главным героем который в этот раз вообще молчит потому что он в редакторе создан не говорит же ему да здесь можно выбрать пол протагониста мужчина или женщина что влияет только на то что ты видишь если играешь кооперативе рядом и вот они перед тобой так много чем многозначительно рассуждают о религии о том как вот посмотри вокруг на общество один там персонаж рассказывает о том какие он ужасы войны испытал когда в ираке по-моему служил еще там есть ядовитый плющ один в один там есть девчонка одна из этих вот главных сектантов один в один практически ядовитый из партии зеленых не но она законно за это самое за наркотик отвечает за его выращивание использование да и в том числе опыта на людях вот поэтому да это такая воодушевая такая вот интересная типа девушка которая вот с непростой судьбой которая пришла в эту секту и сейчас вот использует наркотик для одурманивания людей но ничего общего с ядовитым плющом из вселенной дисси конечно же нет ни единого не единого не ради бога если персонаж они такие пару слов скажут нет не проработанные мотива ну так вот именно из хорошо исследование мотивации данном здесь говорят что они во многом поехавшие да у них были в прошлом какие-то проблемы злодеяния не вот пришли к этому они вот теперь секта теперь они ждут какого-то что-то глобального пару таких вывертов в стиле знаешь что сделаны разработчики а давай сделаем вот это а давай а как мы это впишем да на хрена вписывай давай просто сделай типа будет круто вот типа круто хорошо у нас круто все то есть ну внятного сюжета я здесь не заметила что меня лично разочаровала так это то что вот перспективная очень идея религиозного фанатизма вот это вот что что можно было исследовать то что можно было показать как-то необычно опять же в рамках американских реалий как-то это вот вывернуть наизнанку как-то интересно показать возможно даже насмехнуться над религиозной пропагандой которая есть в америке благодаря компании пью фликс и всяким фильмом типа бог не умер и бог не умер 2 прекрасные фильмы обзоры синем основа всем совет вот ничего этого не ничего подобно все на измене никто не хочет сейчас вот к сожалению очень мало кто из разработчиков вот я уверен что rockstar нас постарается уделить вот но очень мало кто из разработчиков пытается влазить во все вот эти вот проблемы они пытаются угодить но не пытаются поднимать юбисофт пыталась это делать watch dogs где у них была типа пародия на трампу на юбисофт они знают такие шутники я щас я взданул и сейчас и сейчас это самое вокруг меня пахнет плохо вот у них вот что-то такое у них есть отсылка к трампу там есть задание одно где местные типа такой республиканец просит тебя отстрелить сектантов чтобы лучше чтобы выиграть на выборах там это как-то завязано это такая вот несмелость и посмотрите у нас есть название давайте сделаем хоп или монтану снова велик посмотрите вот у нас есть отсылка к этой знаменитой кассете трампа посмотрите вот наш рокстар когда они хотят что-то высмеять они это высмеивают вот прям вот в ноль что ты сможешь офигеть ух ты молодцы ребята прям полностью проходится прям понимание вопроса чувствуется здесь вот такая легкая сатира вот за за травка на религию на религию типа я мрачный сектант вот я там проповедую я несу слово праве праведника мир говно я прав вот ну то есть юбисофт взяла одну вторую третью какие-то вот такие идеи перспективные но не дожала вот ситуация с сюжетом здесь не очень напоминает watch dogs 2 когда ты видел перспективы для шуток видел что можно дальше развиваться но вот вот шаг сделали и все дальше а дальше нету что обидим кого-нибудь там это не дай бог то есть как-то не туда ступим скандал случится ой-ой-ой-ой-ой все опять же очень жаль что сейчас в новостях которыми сейчас плодит плодится и интернет и телевидение столько поводов и для стёбы и для шуток это скандалы один за другим следует пожалуйста вот тебе материал пиши трудись работой да то есть шуток шуток и шуток и собственно мрачника то есть то что здесь можно было придумать шуток таких и улетных моментов что якудза бы удавилась от зависти однозначно тоже здесь можно было придумать реально крутую мрачную историю про секту про религию про вот это вот именно влияние на сознание тоже великолепно но ничего этого нет в плане количество то есть у far cry есть вот эффект такой в данном случае в хорошем смысле мешка картошки ты платишь деньги ты получаешь кучу контента вот вот тебе это вот с горкой там контента насыпано пожалуйста кушай развлекайся но если тебе нужно вот именно что-то вот когда видно что авторы выстраивали продумывали так а как вот этот элемент с этим будет взаимодействовать а компанию давайте внятную сделаем а вот если ж пользователь придумает одну тактику и будет ей придерживаться то игра станет скучной а пофиг найдет сам чем себя развлечь то есть вот часто вот видишь такой вот перед собой плакат когда едешь по хоуп чё не придумал как себя развлечь давай думай вот вот здесь что то такое то есть плане контента претензий нет в плане его организации есть то есть если вам просто нравится вот разгребать контент и кооперативе конечно же желательно то да фар край 5 безусловно своих свои деньги мое мнение просто отработает вы еще будете смотреть на другие игры говорит ну вот же ну вот же дофига хорош не самого плохого контента посмотрите как сделать а вот если вы хотите да внятную там сюжета компанию то конечно не стоит лучше на yukudzu 6 посмотрите например который в апреле так ну последняя новость которую мы обсудим в этом выпуске она касается как ни странно дюка нашего нюкема которые я надеюсь когда-нибудь в скором времени возможно ближайшие годы появится на большом экране и радостная новость его сыграет то уже в сценарии еще нет но создатели как бы уже договорились что его сыграет знаменитый джон сина знаменитый рестлер в первую очередь который стал я мему интернет мемом да вот который всех побеждает во всех этих самых интернет мемчиков особенно на кубе да если кто-нибудь кому-нибудь делает очень больно захват или внезапные какие-то приемы знаешь у нас там один пользователь правильно заметил а вот как и насколько они будут близки к первоисточнику вальца одна из фишек первоисточника это то что женщины как бы это помягче так сказать это для дюка этом сиськи и другие органы вот там нет дюкенукими сильных женщин там женщин в общем-то одна функция это красиво выглядеть чтобы дюк так сказать дал им денежку мне просто интересно как в условиях победившего феминизма может появиться фильм где так будут относиться к женщинам во-первых здесь еще нет такого скандинавского я выражусь так равноправия да где у всех людей по этому поводу пунктик такой да то есть что ты уже как бы женщинам не можешь оказывать никакого особого внимания да потому что это может их на самом деле оскорбить вот в америке все-таки с этим немножечко попроще поэтому там до сих пор возможны фильмы в которых бегают бегают такие мужики как стэдхэм да и всех валят на правое налево а девушки просто как украшение которое бегает рядом с ним и фильмов со стэдхэмом таких нету адреналин нет но он давно он выходил ты чё давно причем первая часть неплохая вторая уже так себе вторая пошла уже в полную отрыв от реалии из последних таких боевиков можно джона вика второго вспомнить но там была девчонка одна из злодей которые ну там не было скажем вообще какого-то сексуального потерь а когда мы говорим про дюка нукема да это не человек это такое знаешь оживший гормон тестостерон вот который увеличен в несколько раз и вот он просто так а я крут я невероятен то есть вот признаешь дюк нукема который работает женщиной вместе в паре это конечно будет типа неожиданное раскрытие персонажа но мы не ждем от фильма про дюка нукема неожиданно я не думаю что нам вообще все дальше пойдет этого дела если это будет фильм про дюка нукема ты знаешь во первых у меня есть опасение что это будет именно тот фильм которого ждут фанаты как это в общем-то очень часто и бывает когда фанаты огорчаются увидев финальный результат который получился у создателя то есть это нет это не лара крофт вот то что вы нам показываете это не она но это не дум нет ни в коем случае да а салент хилл ну вот что-то у вас получилось но всю философию где-то растеряли поэтому да то есть ты например хочешь увидеть дюка нукема ты хочешь увидеть свиномордов да ты думаешь вот сейчас вот начнется потеха он будет всех валить вот но понимаешь это фильм же как бы даже если он боевик в нем должны быть диалоги в нем должны быть мотивы в нем должно быть описание в дюке нукеме ничего этого не было и он и понеслась там показано крутой мужик валит инопланетян на этом если вот вспоминая того же джона уико там же тоже очень простой сюжет там нету особых каких-то глубокого взаимодействия здрасте там подвели во первых это собаку мотивация там все хорошо сделано опять же здесь можно здесь еще проще но тупой боевик снять тоже не очень просто это должен быть изобретательные постановка экшен очень забавные второстепенные персонажи главный герой должен быть хоть и одномерным но прикольный опять же много кровищ и много нас это будет я думаю без проблем сейчас р рейтинг фильм с рейтингом р можно продвинуть спасибо дэдпулу которым авторы кстати будут вдохновляться по словам продюсера но я честно говоря не сильно верю что из этого получится что-то путное не просто интересно посмотреть что из этого может получиться я готов увидеть любой результат мне это интересно если это будет что-то необычное еще раз если авторы грамотно реализуют идею взаимодействия дюка нукема с сильной женщины это будет прикольно почему нет почему нет если кстати это будет имя в том числе и сатира на боевики 90-х где будет постоянно высмеиваться вот это вот глупая идея что мужик один всех валит вот один на один и так далее и так далее то есть если это будет вы смеете если будет неплохая сатира это еще будет классно это будет смешно вопросов как всегда в реализации поэтому посмотрим что мне очень нравится того человека которого они на эту роль определили джон сина очень харизматичный вот именно квадратный подбородок мускулы шарами все как надо вот и я уже вижу на нем вот этот вот костюмчик да вот он тиннер в области дюка нукема мне выведется и практически идеально девочки пошел из всех современных таких актеров но он приходит только скала но скала не подходит он нет понимаешь скала при всей своей вот этих вот мускулах и кажется человек готов чтобы сниматься исключительно в боевиках он перешел на семейное кино больше я не пойму почему но вот в основная масса фильмов которых он участвует это именно семейные или фильмы катастрофы скала он такой не подходит именно внешне очень под дюка нукема хотя это тоже разговор стоит ли опять же это тоже такой момент когда герой может не походить на прототипа своего но при этом хорошо вписаться в роль и не бесить например то есть скала мог бы но джон сина именно вот внешне вот если взять образ дюка нукема и джона сина отлично сочетается так что остается только дождаться результата если конечно он будет как заметил продюсер пока еще нет ни сценария ничего есть только договоренность главное желание а желание есть у них и деньги и у нас и деньги но опять же да учитывая количество провалов которые мы видели последнее время я просто надеюсь что даже если это будет фильм не по игре вот а он должен быть фильмом ну не скажу что он должен повторять игру ни в коем случае я даже больше того скажу можно отойти от вот это вот маразматичного представления инопланетян и даже стоит отойти от маразматич чтобы фильм хоть как-то более-менее воспринимался серьезно но не так я имею ввиду что просто давным-давно когда-то в 90-е годы от количества кровожадных боевиков было не продохнуть сейчас их нет и хочется чтобы они немножко так начали возвращались формате дюкануки пусть пускай и формате дюкануки а то кто на дэдпула только надеяться нам в ближайшее время это фильм по комиксам но по каким дорогие друзья обязательно выскажитесь как вам far cry 5 достойны ли из песочницы от убисофт внимание или вот за прошедшие годы они уже немножко так по задолбали assassin's creed origins ghost рекон wildlands и вот теперь far cry 5 все кажется созданы по вот по какому-то одному шаблону внимание к наполнению открытого мира но безразличие к сожалению большое к сюжетной составляющей хотелось бы конечно увидеть что что нибудь в итоге будет меняться тем более у бисофт сейчас как бы крылья распахнулись в венди больше не хочет купить теперь они сами по себе теперь они на свободе и продолжать делать то что нам кстати из bga 2 учитывая концепт который они представили вполне может получиться именно хрень онлайновая массовая как это как это они пытаются нас убедить ребята если вам понравилась идея way out очень хочется также ваш услышать потому что концепт очень противоречивый концепт очень необычное зайдет далеко не всем опять же разработчики сразу установили определенные ограничения то есть должно быть два игрока два игрока и ним никак не один то есть искусственный интеллект за второго игрока играть не будет как вам такая игра и хотели бы увидеть подобные игры в будущем ну на мой взгляд форес он просто молодец и очень хочется увидеть что этот эксперимент его во-первых оправдается и мы когда-нибудь будущем увидим и следующий его проект возможно потянутся другие разработчики поскольку во первых очень мало игр с хорошим сюжетом и с хорошей постановкой а тут вот прям даже это и как бы кооперативная игра и при этом синематографичная да еще и с хорошим сюжетом да еще и с хорошей постановкой вот вам прям все в одном да еще и от электроникарс что вообще не может и без лутбоксов и без донатов и без микротранзакций потом добавить победа просто победа друзья если вам понравился выпуск ставьте лайк если вам выпуск не понравился ставьте дизлайк если же вы хотите не пропустить следующий выпуск обязательно подпишитесь на канал здесь помимо подкастов про игры есть интересные обзоры всякой железной техники от утюгов до умных пылесосов так что очень интересно до скорых встреч до следующей недели обязательно увидимся пока